Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга и сегодня мы читаем 10 главу Евангелия от Иоанна. В прошлой главе мы с вами были свидетелями того, как Господь исцелился порожденного и глава заканчивается на трагической ноте. Парисеи отказались признать чудо, прогнали несчастного и Господь их обличает в слепоте. В действительности в конце главы мы оказываемся в присутствии множества слепых людей, которые не признают своей слепоты, поэтому грех пребывает на них. И 10 глава продолжает эту тему и в противовес людям, которые являются ложными пастырями, Господь произносит притчу о добром пастыре. Таким образом, вся 10 глава фактически является одной притчей о добром пастыре и в середине вставляется небольшой эпизод, где Христос говорит о себе как о единосущном Сыне Божием. Следует отметить, что в Евангелии от Иоанна очень мало притч. Евангелист Иоанн говорит на другом языке, он говорит на языке символов, аллегорий, и это всегда гораздо глубже и очень отличается по жанру от тех притч, которые мы находим в других Евангелиях. Обычно притча — это какой-то эпизод из повседневной жизни, который служит какой-то метафорой, сравнением для того, чтобы изобразить другую реальность. Евангелист Иоанн использует символы для того, чтобы тоже обозначить другую реальность, но это всегда почти прямое отождествление. Это не просто какой-то намек или сравнение, но всегда присутствует прямое отождествление материальной реальности с духовной. То есть если мы видим воду, то живая вода — это вода жизни божественной. Если мы видим виноградную лозу, то это не просто виноградная лоза, но некий символ, аллегория чего-то большего. И поэтому сегодняшний рассказ условно тоже можно назвать притчей, но здесь мы видим немножко другой жанр. Христос о себе говорит «Аз есмь дверь», «Аз есмь пастырь». И это гораздо сильнее и глубже, как мы это увидим. Итак, Христос обличает прежде всего фарисеев, и Он говорит две притчи, приводит два сравнения. Одна из них — это образ двери или врат, и другая — это образ пастыря. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но прилазит Индия, то двор и разбойник, а входящей дверью есть пастырь овцем. Ему преддверник открывает, и овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их». На первый взгляд мы видим какой-то эпизод из повседневной жизни палестинских пастухов, но в действительности это очень жесткое и беспощадное обличение ложных пастырей, потому что фарисеи оказываются самозванцами, они себя выдают за тех, кем в действительности они не являются. И в противовес им возникает образ доброго пастыря. И на языке евангелиста Иоанна это выражение «добрый пастырь» имеет двойное значение, потому что греческое слово «калус» одновременно означает и «добрый», и «прекрасный», «красивый». Поэтому «добрый пастырь» — это сочетание означает пастырь с большой буквы, великолепный, несравненный, божественный пастырь, именно некий образец того, каким и должен быть настоящий пастырь, в отличие от наемника, человек, который работает за зарплату, за награду, и поэтому его интересуют больше деньги, мзда, а не овцы. И понятно, что такой наемник, он совсем не пастырь, и овцы ему чужие. И как только приближается волк к стаду, наемник бросает овец и спасает свою жизнь. В отличие от него, пастырь — это тот, кто является отцом, своим овцем, членом их семьи, и поэтому он не оставит их в беде и будет с ними до конца. И здесь проходит линия водораздела между наемниками, людьми, которые преследуют свой интерес, или, как говорили пророки, ложные пастыри, которые пасут самих себя. Если говорить, может быть, более жестким языком, одного современного философа, есть две категории пастырей, таких лжепастырей. Одних интересует шерсть овец, других интересует мясо. Речь идет о людях, которые преследуют, прежде всего, свой личный корыстный интерес, и в противовес им возникает образ благородного, прекрасного пастыря, который совершенно отличается, и в этом образе мы видим нечто божественное. И действительно, на протяжении всего Ветхого Завета мы видим образы пастырей, потому что Моисей, царь Давид, некоторые пророки, некоторые цари изначально были пастухами. Они знают, что значит заботиться, они способны любить и брать на свои плечи бремена и нужды других людей. Поэтому они действительно становятся настоящими пастырями. И в конце концов, в псалмах воспевается Господь как пастырь, потому что в действительности Бог для народа Израиля, для верующих, есть вот тот самый пастырь, рядом с которым не страшно, рядом с которым во мраке ты слышишь его голос, и он тебя защищает, он тебя ведет на пажите свежей травы, и тем самым открывает простор какой-то большей жизни. Высказывание «Аз есмь пастырь» – одно из многочисленных высказываний, которые мы встречаем в Евангелии от Иоанна, где упоминается имя Бога, потому что в действительности «Аз есмь» – это всегда некий намек, аллюзия на непроизносимое имя Бога, которое Господь открывает Моисею. Для того, чтобы сказать, что Бог не имеет какого-то внешнего имени, лишь проживая вместе с Богом какой-то отрезок пути, проживая вместе с Ним свою жизнь, ты познаешь на опыте, кто Он. Я тот, кто я буду, каким ты меня узнаешь в твоей жизни. Поэтому в данном случае «Аз есмь пастырь». И «Аз есмь дверь» тоже, потому что разбойники и ложные пастыри входят не через дверь, они пролазят через какие-то отверстия или перепрыгивают через забор, поэтому они даже не знают, где находится дверь. И они не могут вывести этих овец на пастбище, потому что и цели у них совершенно другие. И в противовес им Христос употребляет эту замечательную притчу, этот образ «Аз есмь дверь», потому что Он тот, через кого можно выйти и обрести пажите, и Он тот, через которого можно вернуться, вернуться в дом Отца. Он и есть врата той реальности, которая в действительности является божественной жизнью и царством небесным, как говорится в других Евангелиях. Очень важно всегда помнить, что в языке евангелиста Иоанна везде, где говорится о какой-то живой реальности, например, пастбище, которое поддерживает жизнь, всегда имеется в виду божественная жизнь, жизнь бесконечная, и Христос как Сын и становится дверью, через которую можно войти в дом Отца. И дальше, развивая тему о том, что пастырь, настоящий пастух, бескорыстный и любящий Отец, готов отдать жизнь за тех, кто Ему оказался доверенным, говорит о самом себе. И здесь возникает уже тень креста и тайна Пасхи. Это очень важный момент. В другом месте Евангелия Христос говорит о том, что нет больше любви, чем отдать свою душу, отдать свою жизнь, все свое существо для ближних своих, за своих друзей. И вот здесь тоже говорится о том, что Христос отдает свою жизнь, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего. И здесь возникает очень важная тема. Христос пророчествует о том, что его смерть не будет каким-то тривиальным убийством или актом насилия со стороны людей, потому что человек не имеет власти над Богом. Он умирает добровольно, Он Сам отдает жизнь. И если бы Он ее не отдавал, то никто бы не мог ее у Него отнять. И именно поэтому его смерть обретает совершенно другое звучание и другое наполнение. Она есть исполнение заповеди Отца. Такова была воля Отца. И поэтому Он имеет власть ее не только отдать, но и власть опять ее принять. Конечно, те, кто его слушает в этот момент, ничего не понимают, но когда мы читаем Евангелие от Иоанна «В свете воскресения», то мы понимаем, что здесь идет речь о воскресении. Именно эта власть, эта способность и право принять жизнь, это означает, отец воскресит сына, и он имеет эту привилегию воскресную, потому что он Сын Божий. «Имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее», то есть воскреснуть, потому что сама смерть Христа и будет его воскресением. И в этот момент евангелист отмечает, между иудеями опять происходит распря. Одни говорят, что он одержим бесом и безумствует, потому что его слова невозможно вместить, невозможно слышать. Другие говорят, это слова небесноватого, «Может ли бес отверзать очи слепым?» То есть даже среди врагов остается всегда часть людей, сердца которых хотя бы слегка приоткрыты тайне Христа. Следующий эпизод связан с праздником обновления храма. Это зимний праздник Ханука. В этот праздник вспоминается освящение алтаря в эпоху Исхода в Скинии в пустыне, освящение храма Соломона, освящение второго храма и также новое освящение храма Иудой Маковеем после того, как Иерусалимский храм был предан поруганию Антиохам IV. И в честь этого события был учрежден веселый, радостный и святой праздник обновления храма. Именно в контексте этого храма происходит спор с фарисеями. И по контексту разговора мы можем увидеть, что Христос толкует те пророчества, которые читаются в храме именно в контексте этого праздника. Пророчества Иезекииля о новом храме и о новом священнике. Таким образом, слова Христа это не просто слова наугад, но они очень прочно привязаны к контексту праздника. И первое, о чем он говорит, он говорит об овцах. В действительности все верующие сопоставляются с овцами, которые знают пастыря. И это есть истинное познание. Потому что это не просто познание какое-то абстрактное, рациональное, к которому мы привыкли в 21 веке, но это познание, которое возникает благодаря тому, что живешь общей жизнью. Это так же, как отец знает своих детей, как дети знают отца, как супруги знают друг друга. Точно так же и Христос говорит, что Бога можно познать только таким познанием. И вера приравнивается к способности слышать голос. Потому что овцы, как никто другой, знают голос своего пастыря. Они его слышат, они его узнают. Для них это родной голос. И поэтому они идут вслед за ним, за чужим пастырем, они не пойдут. И они знают, что если они идут за этим пастырем, то они пребывают в безопасности. Точно так же, как Господь есть пастырь добрый. Это послушание вере, есть некое радостное послушание. Они знают, что они точно не погибнут, их никто не предаст, и никто не похитит их из руки пастыря, как говорит Христос о себе. Он есть тот добрый пастырь, из рук которого его верующих, его учеников похитить невозможно. И затем следующий эпизод и спор идет о достоинстве Христа как Сына Божия и как первосвященника. Иудеи задают вопрос, если ты Христос, если ты помазанник и царь, скажи нам прямо. Иисус ответил им, я сказал вам, и вы не верите. И в этой полемике в действительности Христос опять открывает тайну своей личности, потому что он есть новый храм. Именно обновление храма это установление и пророчество о новом святилище, которым станет тело Христова, сам Христос. И одновременно в этом храме он будет новым священником. На что они задают вопрос, ты будучи человек, делаешь себя Богом. И Христос отвечает словами 81-го псалма, и мы видим, что разговор между ними происходит совершенно на разных языках, потому что фарисеи никак не могут понять смысл этого псалма. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете судить неправильно, не знают, не разумеют, во тьме ходят. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки. В действительности в этом псалме указывается на то, что все сильные мира сего получают какую-то часть той власти и того достоинства, которое во всей полноте принадлежит только Богу, и поэтому они сыны Всевышнего, в том смысле, что они сильные мира сего. Но среди всех сильных мира сего есть только один, который не умрет. Все остальные умрут, потому что они земные и обречены на смерть. И только Христос, как Сын Божий, воскреснет. Поэтому эти слова он применяет к себе, но фарисеев это только еще больше злит, и они стараются его арестовать для того, чтобы предать смерти, но опять ему удается уклониться от них. Заканчивается эта глава словами о том, что Христос уходит за Иордан на место, где прежде крестил Иоанн и там оставался. И многие приходили к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что говорил Иоанн о Христе было истинным, и многие уверовали в Него. Таким образом возвещается тема следующей главы, потому что Иоанн был всего лишь пророком, и он не совершал таких чудес, и поэтому все, что совершится впереди, а впереди будет последнее и самое главное чудо, о нем будет в следующей главе на портале Экзегет.ру С вами был протерей Дмитрий Сезоненко и Санкт-Петербург. 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 Продолжение следует...